Ребята, всем привет! Я рад, что вы на моем канале. Как видите, что мой еще дом стоит. Назло, хитером. Все, что-нибудь нормально. Ну ладно. Сегодня пойдет речь немножко на другую тему. Напомню, меня зовут Паша, я живу в Северной Каролине. Я занимаюсь строительством, строительством новых домов и ремонтами. И сегодня я хочу вам показать, с чем мы работаем. Точнее, какой инструмент используем на стройке. Для этого я пригнал к дому рабочий трейлер. И сегодня я вам все покажу, расскажу. Все, погнали! Трейлер, прекрасный трейлер. Кстати, вот на чем я его привез. Это прекрасная моя рабочая машина, не так давно купленная. Обязательно сниму видос про нее. Трейлер, огромный трейлер, в который можно прям зайти. И здесь много чего интересного. Здесь все супер, супер все достаточно компактно заполнено. Ну, давайте я вам расскажу. Сначала покажу, расскажу. Поставил здесь лампы специально для того, чтобы было посветлее. Начнем с самого большого, что здесь стоит. Внутри это здесь table saw. Не ругайтесь на меня. Буду говорить по-английски, как я это использую каждый день. Все инструменты. Jab saw. Все в достаточно компактном виде здесь все это сделано. Кстати, вот эти все стеллажи, они постоянно меняются. То есть, что-то сделаем. Пройдет там несколько месяцев. Может, что-то добавим, как-то изменим. Или какой-то другой инструмент появится. Процесс такой не прекращается. А дальше. Что обязательно здесь есть? Ну, запасочка для колеса. Потому что у этого прицепа четыре колеса. По стройке катаешься. Гвоздики, саморезики. Бывает, прилетает. Приходится менять. Хорошо. Обязательно. Лестница небольшая. Этого нам достаточно. Так. Идем сразу дальше. Целая упаковка огромная этих шимсов. Эти клинья. Они у нас, как и... Ну, постоянно используем. Двери, окна, кабинеты. Когда все вставляем. Расходный материал. Сто процентов. Как видите, здесь очень много ящичков. Которые заполнены инструментами. Инструментами различными. Это совсем недавно сделал. Очень удобно. Миллоки. Прямо бестов с беста. Сейчас пробежимся еще по инструменту. Давайте прям по порядку. Ладно, у нас джек. Джабсо. Торцовочная пила. К ней сразу же идет стенд. Я сейчас пробегусь сначала. Потом это все вытащу и покажу. Как это. Из инструмента. Дальше. Что мы будем вам показать. Нейлган. Нейлган. Фреймин. Нейлган. Он на воздухе. У нас компрессор тоже можно заснять. Он внизу. Но мы его практически уже не используем. Почему? Я сейчас объясню почему. Потому что не так удобно. А у нас есть уже такая прелесть. Просто это супер. Миллоки делает вещи. Кстати, если вы заметили. У нас очень много инструмента DeVolt. Да. Но сейчас вот который здесь лежит. То есть DeVolt. Но есть инструменты, которых DeVolt просто не делает. И находишь вариант. Нашли. Прекрасная вещь. На батарейке. Ладно. Положу только сюда. Окей. Здесь у нас еще инструменты. Это все у нас нейлганы, которые, например, это у нас скобы бьет. Так, видно? Да? Все нормально. Сняли. Дальше. Можно показать? Что? Помедленнее. Я не успеваю снять сам инструмент. А, все хорошо. Поддержите его. Ладно. Вот нейлган. Кстати, батареечки обязательно. Батареечки. Разные емкости. Тоже все присутствует. Здесь вот тот же самый фонарик. Так. Да ладно. Ты не застряй. В этом нет особого внимания. Короче, это потом спилю специальные выпуски. Вот еще один нейлган. Что им делают? Прибывают бейсборды. Бейсборды. Плинтуса? Плинтуса. Да. Понимаю. Все. Пошло, поехало. А, кстати, вот. Так, 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 так. Я вам покажу. Кстати, вот нейлганы чем работают. Мы забиваем вот такие гвоздики. Это 3 инча. Стандарта. 3 инча. Инч у нас 2,5 сантиметра. 7,5 сантиметров. Получается. Кстати, гвоздики, если посмотреть, они вот такие рифленые. Потом, если забьешь, вытащить их проблематично. Окей, пойдем дальше. Все, что мне попадается на глаза, все буду показывать, рассказывать. Обязательно уровень, левел, стабила, made in Germany, best of the best. Просто, ну, это лучшее, то, что есть вообще на планете. Немцы делают вещи. Ладно, кто знает, японцы делают вещи. Так, что, вот лазерный уровень. Эта штука устанавливается, упирается в потолок, выдвигается, упирается. И потом, дополнительно, на тот стаб, который у меня есть, лазерный уровень устанавливается. Очень удобно, четко, быстро. Без этого никуда. Вот. Дальше. Давайте я с этой стороны посмотрю, что у меня есть по инструменту, по интересу. СО. Сейчас закрываем сразу все. СОЗО. Эта штука для чего? Для того, чтобы, сейчас вам покажу, вставляется вот такое лезвие сюда, и оно получается так. Сейчас вставили, сейчас вставили, секундочку. Батареечку подкинем, и поступательное движение, которое перемалывает абсолютно все. Берешь и режешь дерево с гвоздями, вообще без разницы, перерубает абсолютно все. Очень хорошая штука, когда делаешь демонтаж. Прям очень хорошая. Вот это, вот это, это инструмент, который мы используем каждый день. Это называется мультитул или осолейтинг тулфа. Без него вообще, мне кажется, жизнь теряет краски. Эта штука реальная, которая, я помню, только начал, Слава, когда заниматься стройкой здесь, сразу купил, Слава. Фишка в чем? То, что у него вот так установлены в лице лезвие. Видно нормально? Хорошо? Светло? Угу. Она так вибрирует и перерубает абсолютно все. У меня была такая ситуация, что мне надо было забрать с одного объекта арматуру, и у меня не было никакого с собой вообще отрезного, ни болгарок, ну, то есть ничего. У меня был только такой мультитул, и я просто взял и резал арматуру. Там хорошо было штучек 5-6, ну, и, короче, даже эти перерезать. Ну, пришлось выбросить лезвие это, но это расходно потерял. Короче, вот это, это просто что-то нереальное. Это очень крутая тема, она постоянно используется, настройки везде. Подрезать что-то, вырезать аккуратно. То, что ты не можешь сделать созо, ты делаешь мультитулом. Аккуратно и резать. Погнали. Дальше, смотрите. Дальше я вам показываю два инструмента. Они обычно всегда продаются вместе набором. Это обычный, как шуруповерт. И второй, импакт. Это тоже тот инструмент, который используется каждый день. Вот это, кстати, инструмент, который я купил уже почти полтора года назад. Девольт просто, я не знаю, что с ним надо сделать, чтобы его уничтожить. Он абсолютно, то есть, сначала первое время я еще переживал, что он там что-то может сломается или еще что-то. Нет, вообще, хоть бы хны, бывало, что там впечатление в грязь, я его обмакнешь полностью, или он выпадет, почистил, продул сжатым воздухом. Все нормально. Короче, вот это, кстати, ну, для чего он вообще нужен? Для того, чтобы ты берешь, биту вставляешь и все, и погнал. Бита никуда не девается. Крутишь и вертишь. Шуруповерт, кстати, использую намного меньше, потому что им сложнее закручивать, потому что нет ударного механизма, но ты просто крутишь вправо-влево. Так, ну что, я вам хочу сейчас еще кое-что показать, что я ввожу с собой, независимо от того, есть у меня трейлер или нет. Это небольшой ящичек, который герметично перезакрывается, и я его ввожу, получается, не в самой машине, а сзади. Даже если дождь, то нет ничего страшного. Что со мной всегда катается, это небольшие два наборчика, которые с битами, кстати, по поводу бит, в Америке всего лишь, получается, основные, это бита Т25, кстати, вот они, если посмотреть, получается, вот она, вместе идет Т25, вот эта бита, и бита PH2. Все, получается, для чего они нужны? PH, это идет для того, чтобы... Черные саморезы, обычные, которые Philips крестика закручивать. Ну, блин, мне не нравилось, не нравится вообще крутить это все, это крестик, оно выскакивает. И вторая насадка, которая, кстати, насадка, которая Т25, это просто пушка, то есть ты представляешь, это шестигранник, и импактом ты можешь загонять абсолютно, она не вылетает, ничего, просто сказка, сказка. Ну ладно, хорошо, сказка, сказка. Дальше, что у меня еще с собой катается, по поводу набор бит, понятно, и набор сверел, это то, что мне надо. А, да, сори, все, мелоки, да, все нормально. Из таких еще инструментов, о, вот, есть такой инструмент, RIDJI, это для того, чтобы откручивать все, что связано с сантехникой. Здесь куча разных насадок, ты их просто меняешь местами, и открутить можешь. Ну, то есть, видите, как конструктор, все с собой, очень удобная тема. А, что у меня еще с собой? Лазерная рулетка, обязательно, потому что лазерная рулетка, что в нее, помимо того, что сейчас, помимо, что ты можешь делать расстояние, ты можешь сразу посчитать все площадь. Бах, бах, все, скверфиты, здравствуйте, ваш клипчат. Дальше, что я еще хочу добавить, обязательно в моем наборчике, это вот такая маленький-маленький гвоздодер, тоже что-то поддеть, суперудобные вещи. Кстати, вот видите, да, все, что касается такого инструмента, мелоки делают очень хороший инструмент, покупаешь и радуешься, работаешь удовольствием. Вот. Это даже, кстати, больше набор для того, что связано с электричеством, когда ты электрику делаешь, но все равно, тестер, который, если какие-то провода, надо проверить, есть там напряжение или нет, и еще такой тестер, который идет, вставляется прямо в розетку, сразу воткнулся и посмотрел, есть напряжение, есть земля, нету земли. То есть, это очень интересно. Вот. И такой еще наборчик небольшой с эксклюзивными битами, потому что бывает, что приехал, что-то надо открутить, и оно что-то необычное. редко пользуюсь, но если он, ну то есть, он лежит, бывает, что выручает. Есть. Вот. Все выкатил, ребята. Все для вас. Все для вас, ребята. Смотрите, выкатил флотейблсон на колесиках, потому что он тяжелый. Сейчас все это разложу быстренько. Ну, в принципе, ничего тут удивительного нету, просто хороший инструмент, убортовский, все работает безотказно. Просто супер. Ну, тоже работать с удовольствием. Тейблсон, да, для чего это нужно? Для того, чтобы распускать с удовольствием. Ну, кто хоть какое-то примерное понимание имеет вообще в столярном деле или вообще в стройке, то он поймет, для чего это нужно. Вот. штука, опять же, не так мы часто ей пользуемся, но вытаскиваем, сделали то, что надо, продули и обратно загоняем. Чаще мы пользуемся джапсо. Хорошо, давайте я вам расскажу по поводу стенда и джапсо. кстати, это самая большая джапсо, да, девольтовская, получается самым большим кругом. Почему? Потому что не имеет смысла, ну, точнее, в нашей ситуации брать более маленький, например, диск, в избежание того, что ты не сможешь что-то отпилить и обламываться и потом пытаться как-то это сделать. Короче, нет, самое большое. минус то, что она, естественно, тяжелее, чем другие аналоги, которые маленькие, но зато ты всегда уверен, что ты все сможешь сделать. Дальше, чего? Стенд, я хотел сказать, иногда бывает, ты взял, там, ленишься, вытащу, поставлю на какой-нибудь столб или еще что-нибудь и не буду стенд этот вытаскивать и все это фигня, это не есть хорошо, надо всегда выставлять стенды, во-первых, это безопаснее, потому что он стоит, он закреплен, он никуда не денется, а во-вторых, смотрите, получается, ты выдвигаешь и у тебя никакого нету перекоса, доски или бейсборд плинтуса, который ты нарезаешь, все намного качественнее, лучше. Стенд алюминиевый, складывается, у нас он наверху лежит, поэтому это прям ну просто вообще, ну это кайф, ты работаешь на этом, все замечательно, диски, кстати, диски у нас бывают, что стараемся не резать эти гвозди, потому что, ну естественно, понятно, что я по гвоздю прошел, диски все равно у нас хорошие, пару гвоздей их не загубят, но все равно для чистоты реза, лучше, конечно, избегать эти, избегать гвозди. Окей, с этим все, что я вам хотел еще показать внутри, хотел я вам показать внутри, сейчас, все, е, да, все сделали, продолжаем, смотрите, ремень монтажника, суперская тема, короче, сначала она у меня была, просто без вот таких, я не знаю, как это назвать, короче, не, вот, было без этих, просто у меня ремень, это все свисало, мне это очень не нравилось, потом мне Наташа, что, повернуться? Угу. Ой, ладно, хорошо, куча карманов, все, все по делу, все нужно, очень удобная тема, когда ты взял саморезы, шуруповерт, сюда повесил молоток, задняя у меня всегда обычно тейк-межер, рулетка, и все, и полез куда-нибудь наверх, ничего не спадает, просто тоже очень продуктивная тема. Не дешевая штука, если не ошибаюсь, она около 300 долларов стоит, но она этих денег стоит, потому что, если ты работаешь, она экономит тебе время, экономит тебе силы, когда ты все это амунирование собрала, пошел работать, вот здесь, где-нибудь наверху работать, поэтому штука очень-очень хорошая. Окей, ладно, ребята, давайте я вам еще покажу, что у меня, из каких интересных фишек есть, пока здесь оставлю. Смотрите, трейлер у нас еще, есть такое специальное здесь пространство, которое высотой у нас чуть больше 4 фитов. Для чего это сделано? И глубина у него достаточно большая, то есть она 10 фитов. Для чего это сделано? здесь лежат листы гипсокартона. Листы гипсокартона у них размеров 4 на 8, поэтому у нас был сначала здесь стеллаж, но потом я сам посмотрел в интернете, что есть такая идея, что можно сдвинуть стеллаж и сделать пространство для листов больших. Либо это гипсокартон, либо это фанера, либо еще что-нибудь. Все сюда заходит и оно не мешает, чтобы доставать инструменты. Ну и здесь еще такое небольшое пространство для всяких длинных фишек, всяких вот такая линеечка специальный уголок для того, чтобы гипсокартон нарезать быстрее под 90 градусов. Хорошая штука. Все, смотрите, штука Stad Finder. Короче, загипсокартон что это делает штука? Она ищет загипсокартоном стады. Смотрите, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вещь просто очень крутая, хорошая. То есть у нас был до этого вот такой скромный вариант, абсолютно беспонтовая тема. Можно, мне кажется, его бросить прямо сейчас и сделаем. вот это лучше всех. Просто 50 баксов, 56 баксов кажется, стоит, но он своих денег стоит, экономит кучу времени, когда тебе надо найти стадо, безотказно работает. ну, в принципе, все. Такой краткий обзор получается трейлера и инструмента получился. Что я могу еще сказать? Что? Хороший инструмент, хорошим инструментом кайф работать. Поэтому все, да все, на сегодня хватит уже. Пора мне это все убирать на место. и ребята, спасибо, что посмотрели видео до конца. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Больше годного контента будет. Давайте, пока!